Продолжение следует... Что такое экономический спор? Ну, по сути, это и есть правовой конфликт. Разногласия, возникающие между участниками обязательного медицинского страхования, то есть между медицинскими организациями, страховыми компаниями и фондами ОМС. В большинстве своем это будут договорные споры, то есть споры по поводу правообязанностей, возникающих из договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Чаще всего приходится спорить о неисполнении, либо о ненадлежащем исполнении условий договора. Реже стороны спорят об изменении или расторжении договорных обязательств. Ну, например, речь может идти о таких ситуациях, как исключение медицинской организации из реестра, либо о перераспределении объемов медицинской помощи. Ну и, конечно же, стране, пожелавшей изменить или расторгнуть договор, в суде нужно будет доказать, что обстоятельства существенно изменились, и в момент заключения договора их нельзя было предусмотреть. А еще один термин обычно используется при характеристике экономических споров в системе обязательного медицинского страхования. Это термин финансовые споры, но можно сделать вывод, что финансовые споры, по сути, это и есть разновидность экономических споров. Далее хотелось бы обратить внимание на правовые основания для разрешения финансовых споров в системе ОМС, то есть те нормативные акты, на которые обычно ссылаются суды при рассмотрении подобных категорий споров. Конечно же, это будет 326 закона в обязательном медицинском страховании, это будет приказ Минздрава в соцразвитии номер 1030 об утверждении формы типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, приказ Минздрава 1417 об утверждении формы типового договора на оказание оплаты медицинской помощи ОМС, приказ Минздрава 1396 об утверждении формы типового договора на оказание оплаты медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС, Также правила обязательного медицинского страхования. 231Н приказ очень важный об утверждении порядка проведения контроля объема сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, а также финансовое обеспечение. Конечно же, большое значение будет иметь тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, заключаемое на территориях. И хотел обратить внимание также на новые документы приказ Министерства здравоохранения номер 255 от 26 марта 2021 года об утверждении порядка осуществления территориальными фондами ОМС контроля за деятельностью страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, а также контроля за использованием средств ОМС. Ну и еще один документ, постановление правительства номер 682 29 апреля 2021 года об утверждении правил распределения и перераспределения объемов предоставления специализированной, в том числе высокопехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС между медицинскими организациями. Ну и отдельным слайдом я выделила так называемые неправовые основания для разрешения финансов в скором системе ОМС и, в общем-то, попыталась обозначить роль и место этих оснований. Первый документ методические рекомендации по организации проведения контроля объемов, сроков, качествового условия предоставления медицинской помощи, оказанных пациентам с подозрением на онкологическое заболевание или установленным диагнозом онкологического заболевания. Данные методические рекомендации были непосредственно разработаны Фондом обязательного медицинского страхования федеральным и письмом, разоснанные на уровень субъекта. Как мы знаем, данные методические рекомендации на сегодняшний день широко используют врачи-эксперты страховых компаний при проведении экспертиз в качестве медицинской помощи. Ну, конечно же, неоднократно юристы обращали внимание на то, что статус этих методических рекомендаций, конечно же, не нормативный. И, по сути, для медицинских организаций они не имеют обязательного для применения значения. И в дальнейшем я покажу примеры из практики именно проведения экспертиз в качестве медицинской помощи. Очень часто именно применение подобных методических рекомендаций в дальнейшем служит поводом для оспаривания актов экспертизы в качестве медицинской помощи и проведения реэкспертиз. Осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования документом обязательным не является. Второй документ клинической рекомендации утвержден на Ассоциации онкологов России, размеченном на официальном сайте. Тоже очень много в последнее время говорится о статусе этих документов, подчеркивается такой момент, как ненормативность клинической рекомендации. Но в данном случае хотелось бы обратить внимание на то, что, наверное, на сегодняшний день мы должны в определенных случаях отступать от классических подходов к нормативному регулированию в нашем случае в сфере обязательного медицинского страхования, оказания качественной медицинской помощи. И действительно же изменяется, и особенность клинических рекомендаций как раз и проявляется в том, что это тот документ, который может быть достаточно быстро изменен. И, соответственно, не всегда именно документ, имеющий статус нормативного акта, может охвастаться такой характеристикой, то есть возможности быстрого изменения, быстрой корректировки. Поэтому, несмотря на неопределенность нормативного статуса, клинические рекомендации, по сути, являются у нас основным документом, который используется при проведении контроля качества, экспертиз, качества медицинской помощи. Далее я хотела бы обратить внимание на участников и соответствующие виды экономических споров в системе обязательного медицинского страхования. Итак, уместно выделять четыре категории споров в зависимости от состава участников. Первый спор – это споры, возникающие между территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Вторая категория – это споры, возникающие между территориальным фондом и медицинскими организациями. Третья категория – это споры, возникающие между фондами и страховыми компаниями. И четвертая категория экономических споров – это споры, возникающие непосредственно между экономической организацией и страховой компанией. Чуть более подробно коснуться характеристики с приведением примеров каждой из этих обозначенных категорий споров. Итак, первая категория споров – это споры между фондами. Речь идет о спорах по межтерриториальным расчетам. И стоит обратить внимание, что межтерриториальные расчеты в системе ОМС превышают порядка 137 миллиардов рублей в год. Конечно же, медицинская организация, работающая в системе обязательного медицинского страхования, может оказывать медицинскую помощь всем входящим пациентам, в том числе и иногородним. Счета выставляются местному фонду обязательного медицинского страхования, что тот в дальнейшем проверяет корректные сведения и должен оплатить услуги из нормативного страхового запаса не позднее, чем через 25 дней. В дальнейшем фонд получает возмещение затрат с фонда курирующего региона постоянной регистрации пациента. К сожалению, на практике один фонд сможет ждать результатов проверки оплаты со стороны другого фонда бесконечно долго. И в том же листе ожидания будет находиться и медицинская организация, обслужившая чужого пациента, иногороднего пациента. Ну, практика на сегодняшний день достаточно обширна в отношении споров по межтерриториальным расчетам. Ну и в качестве примера можно привести следующую ситуацию. Входящий в группу компаний «Объединенные медицинские системы» и «Медицинский центр «Гармония» с мая 2017 года по ноябрь 2018 года оказал медпомощь пациентам из других регионов более чем на 1 миллиард рублей. Фонд провел медико-экономические экспертизы и, сократив общую сумму на более чем на 1 миллион рублей, выставил чета другим территориальным фондам. Те, в свою очередь, срезали выплаты еще на 289 миллионов рублей, сославшись на дефект поведения оператором документации. После правок территориальные фонды перечислили фонду Московской области в 232 миллиона рублей, ну а тот, естественно, с некоторой срочки переправил эти средства в медицинский центр «Гармония». С таким результатом в медцентре не согласились, затребовав через арбитраж Московской области 141 миллион задолженности. В конце октября 2019 года суд удовлетворил ИЦК частично, обязав фонд выплатить оператору 50,8 миллионов рублей. Тем временем «Гармония» подает к фонду Московской области ЧАДИН ИЦК на 103 с лишним миллиона рублей. Ну и на сегодняшний день совокупный объем арбитражных претензий к фонду превышает 700 миллионов рублей. Подобные трения возникают также у фондов Московской области с другими клиниками, работающими по методике межчерриториальных расходов. Ну, например, в октябре 2020 года в центру гемодиализа «Диалог» удалось взыскать с фонда долг в 214 тысяч рублей. Ну а всего в дальнейшем «Диалог» пролечил пациентов на общую сумму более 20 миллионов рублей. Следующая категория споров. Этот спор, возникающий между территориальными фондами медицинской организации, речь пойдет об использовании средств обязательного медицинского страхования организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере медицинского страхования по территориальным программам. И в данном случае предметом контроля будет являться соблюдение норм 326-го федерального закона об обязательном медицинском страховании. То есть предметом контроля будет являться использование средств ОМС за определенный период деятельности медицинских организаций. В частности, речь пойдет об установлении обоснованности медицинской помощи, то есть при превышении ее объема. И речь может идти об использовании медицинской организации средств ОМС по целевому назначению в соответствии с территориальной программой. В отношении обоснованности медицинской помощи. Превышение объема фактически оказываемой медицинской помощи является проблемой сверхобъемов. К сожалению, это проблема, которая присутствует на протяжении уже большого количества лет. И в данном случае речь идет об исправлении системных ошибок финансового планирования. Причиной является несовершенство действующих в системе ОМС нормативов, недофинансирование отрасли, а также нерациональное расходование бюджетных средств. И на сегодняшний день позиции судов кардинально меняются. Если раньше суды, как правило, рассматривали дела в пользу медицинских организаций, то на сегодняшний день достаточно сложно выиграть в медицинской организации такие иски. Обоснованными могут быть признаны сверхобъемы в следующих случаях. Итак, первый случай – это рост потока пациентов за последний месяц. Вторая ситуация – это вспышки инфекционных болезней. Причем в данном случае речь может идти не только о заболеваниях, но и о любых других непредсказуемых событиях, которые резко увеличили объем оказания экстренной медпомощи. Еще одна ситуация – это реорганизация медицинского учреждения, допустим, в форме присоединения, слияния. Также получение медицинской организации лицензии на новый вид медицинской помощи, ну, в случае, допустим, расширения профиля. Ну, и если медицинская организация превысила объем медицинской помощи, который утвердила комиссия по разработке территориальных программ ОМС, то медицинской организации необходимо направить заявку на перераспределение объемов с приложением обоснования. Дальше должно быть заключено дополнительное соглашение к договору об оказании медицинской помощи ПМС. Ну, и хотелось бы обратить внимание на позиции Верховного суда. В общем-то, Верховный суд ее повторяет в тех решениях, которые датируются 2021 годом. В частности, Верховный суд опубликовал определение, в котором разобрался, возможно ли взыскать денежные средства за излишне оказанную медицинскую помощь, лимиты оказания которой регулирует комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. Ну, и позиция Верховного суда следующая. По действующему законодательству и условиям заключенного договора обязательного медицинского страхования клиники не имеют права требовать компенсации затрат на медицинскую помощь, оказанную сверх выделенных комиссий по разработке территориальных программ ОМС. Объемов о страховой компании не могут ее оплатить. Объемы медицинской помощи могут быть скорректированы, исключительно при наличии оснований, указанных в 326 законе. Эти основания мы с вами рассмотрели на предыдущем слайде. Еще одна ситуация, когда возникают споры между медицинскими организациями и фондами, это использование у медицинской организации средств ОМС не по целевому назначению. Конечно же, средства, получаемые медицинской организацией по программе ОМС, являются финансовым обеспечением, оказанием медицинской помощи. Носят они целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Тем не менее, суды рассматривают значительное количество споров между медорганизациями и фондами о нецелевом использовании средств. Как правило, в качестве нецелевого использования квалифицируется осуществление за счет указанных средств следующих видов расходов. Первая группа – это расходы, не относящиеся к видам медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы ОМС. И, во-вторых, речь идет о расходах, не входящих в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы. Ну и в качестве примера хочется привести выдержки судебных решений, то есть те ситуации, когда суды признавали нецелевым расходованием и требовали вернуть средства обязательного медицинского страхования в бюджет территориальных фондов. Итак, ситуация будет следующая. Приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу, оплата расходов на проведение капитального ремонта зданий и помещений медицинской организации, неверно распределены между источниками финансирования общих хозяйственные накладные расходы, произведены расходы по выплате заработной платы врачам, медицинскому персоналу, в отсутствии у них соответствующих допусков, профессиональной подготовки и переподготовки. Также выплата заработной платы врачам определенной специальности при отсутствии медицинской организации, лицензии на данные виды деятельности. Также произведен ремонт имущества, не учтенного на балансе медицинской организации. В каких еще случаях суды примут решение о необходимости возврата денежных средств в бюджет функции. В случаях, когда оплачены расходы под распортировки тела у больших пациентов в патолого-анатомическое отделение, в ситуации, когда за счет средств ОМС произведена доплата медсестре больницы за совмещение должности владельщицы, который состоит в штате по приносящей доход деятельности. Это просто пример разрешения, поэтому такой конкретизированный случай обозначен. За счет средств ОМС выплачена заработная плата работникам в патолого-анатомическом отделении больницы врачу-драматологу. За счет средств ОМС оплачен тренинг по психокоррекции для работников поликлиники. Средствами ОМС оплачены медикаменты, исследования, химреактивы и питания пациентов, не застрахованных в системе ОМС, а также проходивших лечение на платной основе или за счет средств регионального бюджета. Ну и также хотелось бы привести примеры из практики. Консультативный диагностический центр «Добрый доктор» не смог оспорить акт проверки фонд с выявленными нарушениями на 25 миллионов рублей. В частности, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края проверил общество с ограниченной ответственностью консультативный диагностический центр «Добрый доктор» по использованию средств ОМС, полученных за оказанную медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой. Ну и выявились многочисленные факты использования не по целевому назначению средств ОМС. В частности, деньги были потрачены на приобретение лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП и не включенных в федеральные стандарты, и не имеющих при этом обоснования назначения по медицинским показаниям. Дальше средства были потрачены без документов, подтверждающих их расходование в соответствии с территориальной программой и обоснованность перечисления средств ОМС в иные медицинские организации. Средства были потрачены по договору аренды оборудования, соответствующим признакам договора финансовой аренды. И договор аренды оборудования, которое должно являться собственностью медицинской организации. Также были потрачены на оплату расходов, не предусмотренных территориальной программой медицинского страхования, не имеющие документального подтверждения, а именно на проведение обучающих семинаров. Ну и также были потрачены вообще на затраты, не связанные с оказанием медицинской помощи в рамках программы ОМС. В частности, речь шла о бизнес-поездке директора, главного врача в Германии, что не имеет вообще никакого отношения к системе ОМС. Еще одна категория споров – это споры между фондами обязательного медицинского страхования и страховыми компаниями. Что является правовым основанием для таких споров? Территориальный фонд на основании части 11 статьи 40 326 федерального закона осуществляет контроль затеянности страховых медицинских организаций путем организации контроля объемов сроков в качестве условия предоставления медицинской помощи. Проводит медико-экономический контроль, экспертизу, экспертизу качества медицинской помощи, в том числе повторно, а также контроль за использованием средств ОМС страховыми медицинскими компаниями. Ну и в данном случае я сразу же обращусь к примеру из практики. Акционерное общество «Спаские ворота-М» освобождено судом от штрафа на 81 миллион рублей за неуполнение условий договора о финансовом обеспечении. В данном случае арбитражный суд частично удовлетворил требованиям Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. В частности, в соответствии с требованиями федерального закона 326 условиями договора о финансовом обеспечении ОМС, Московский городской фонд в октябре-ноябре 2016 года осуществил проверку компании «Спаские ворота-М» и выявил целый перечень нарушений в деятельности страховой медицинской организации. Ну, в частности, речь идет о непредоставлении четырех отчетов об использовании денежных средств. Неприменение к медицинским организациям штрафных санкций по результатам проведения контроля объема сроков качества, нарушение срока просмотрения 1349 жалоб застрахованных, нарушение девяти случаев порядка выдачи полица, несовременная оплата организации медицинской помощи, невыполнение объемов медико-технологического контроля, нарушение сроков проведения экспертиз, невыявление дефектов, соответствующих перечень оснований для отказа или уменьшения оплаты медицинской помощи, нарушение сроков проведения целевых экспертиз, нарушение требований специалистам, осуществляющим экспертизу качества медицинской помощи при проведении целевых экспертиз. В итоге общая сумма штрафных санкций, предъявленных по результатам проверок деятельности компании «Спасские ворота М» за 2015-2016 год составила более 90 миллионов рублей. Акты проверки компания в законном порядке не оспаривала, однако добровольно оплатила только 3 миллиона 400 тысяч рублей, поэтому городской фонд Москвы в дальнейшем обратился с иском суд о взыскании штрафа в размере 90 миллионов рублей. В данном случае представитель страховой компании попросил суд применить положение статьи 353 Гражданского кодекса. Речь идет о возможности уменьшения размеров неустойки. И арбитражный суд учел позицию ответчика компании «Спасские ворота», однако в целях восстановления баланса между применяемой мерой ответственности, оценкой действительно размера учерба, принял решение о снижении общей суммы неустойки в 10 раз, а именно присудил взыскать 9 миллионов рублей. Таким образом, первоначальный размер штрафа был уменьшен на 81 миллиона рублей. Ну и, наконец, четвертая группа споров. Это споры, возникающие между медицинской организацией и страховыми компаниями. Конечно же, такие споры возникают по результатам медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качественной медицинской помощи. Результаты данных видов контроля оформляются актом, являются основанием для применения мер, предусмотренных статьей 41 Федерального закона ОБМС, условиями договора наказания оплаты медицинской помощи по ОМС и перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи. Речь может также идти об уменьшении оплаты медицинской помощи. И, фактически, что будет являться причиной споров между медицинскими организациями и страховыми компаниями в сфере онкологии? Причиной споров будет являться отказ страховой медицинской организации в оплате медицинской помощи либо уменьшении оплаты медицинской помощи. Ну, как мы знаем, перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи либо уменьшения оплаты утвержден приказом Минздрава Российской Федерации 19 марта 2021 года номер 231Н под названием «Об утверждение порядка проведения контроля, объемов сроков, качества и условия предоставления медицинской помощи по ОМС застрахованным лицам, а также его финансовое обеспечение». Я не буду зачитывать. На слайде представим перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи, уменьшения оплаты медицинской помощи. То есть те основания, которые наиболее часто по итогам проведения экспертизской качества медицинской помощи применяются к медицинским учреждениям, оказывающим онкологическую помощь. Ну и, конечно же, основания для применения таких финансовых санкций со стороны страховых компаний может быть выявлено при приведении страховой медицинской организации экспертизы качества медицинской помощи. Как мы знаем, такая экспертиза проводится путем оценки соответствия предоставленной страхованному лицу медицинской помощи договору, порядком оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям и стандартам медицинской помощи. Ну и хотелось бы обратить внимание, что медицинская организация имеет право обжаловать заключение страховой медицинской организации по результатам контроля. Срок обжалования установлен 15 дней со дня получения актов страховых медицинских организаций путем направления в территориальный фонд письменной претензии. Ну и требования к претензии, они непосредственно регламентируются действующим законодательством. Фонды принимают решение о возможности проведения реэкспертиз. Ну и в тех ситуациях, когда результаты проведенной реэкспертизы медицинскую организацию не устраивает, медицинская организация, несогласная решениям территориального фонда ОМС, может это решение обжаловать в судебном порядке, то есть непосредственно обратиться в суд. Ну и также я хотела бы обратить внимание на примеры из практики, это примеры, которые непосредственно связаны с результатами проведения экспертиз в качестве медицинской помощи и две ситуации, которые я продемонстрирую, это ситуация, когда имела место ошибка на стороне медицинской организации и две ситуации, когда имела место ошибка на стороне экспертов страховой компании. Итак, ситуация первая. Проведен курс химиотерапии с назначением препарата циспластин высокой дозировки. При проведении экспертизы качества установлено, что в привычной медицинской документации нет информации о времени начала и окончания гидротации до введения цисплатина. Нет указания на скорость введения цисплотина или время завершения его введения. Не указано время начала гидротации, после введения цисплотина и время введения манитола. Также отсутствует информация о необходимом мониторировании диуреза до и после введения препарата. Не выполнялся расчет скорости клубочковой фильтрации. Отсутствие в медицинской документации данной информации о необходимом объеме делает невозможной оценку качества оказанной медицинской помощи в вопросе правильности назначения при и пост медикации в вопросе профилактики возможных осложнений от дефекта 3.11. Это тот вывод, который сделал эксперт качества. Ну и тут возникает вопрос. Время введения препарата нужно или не нужно указывать вообще в первичной медицинской документации? В клинических рекомендациях Русска сказано о времени введения препарата. В данном случае для ответа на данный вопрос мы с вами должны обратиться к приказу Минздрава номер 4Н об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков. И пункт 3 данного приказа говорит о том, что сведения назначены в рекордственном препарате, как то наименование рекордственного препарата, дозировка, способ введения, применения, режим дозирования, продолжительность лечения и обоснования назначения препарата вносится медицинскому работнику в медицинскую документацию ПЦМ. То есть в данном случае, очевидно, присутствует ошибка медицинской организации, код дефекта обозначен правильно. Вторая ситуация. В анализируемой медицинской карте применялся режим лечения с требуемым интервалом 14 дней. Проведено 5 циклов терапии в данном режиме. Однако в связи с причинами медицинского характера, а именно лечения пациента по поводу коронавирусной инфекции по месту жительства, пациент приехал на очередной курс, и ему выполнен тот же режим, но без дополнительного инструментального обследования очагов опухолевого поражения. Это объяснено проведением исходного инструментального обследования менее трех месяцев назад. Но в данном случае возникает достаточно спорная ситуация. Вопросы для обсуждения. Интервалы обследования пациентов рекомендованы для случаев непрерывного применения дискретного лечения. Необходимо ли внеплановое обследование в подобной ситуации, когда возник длительный перерыв лечения, тем более связанный с заболеванием, влияющим на состояние иммунной системы организма. В данном случае отсутствует нарушение стандарта обследования или есть нарушение по коду 3.2.1 в связи с отсутствием исследования очагов поражения до возглавления химиотерапии. Ну, опять-таки, по нашему мнению, есть нарушения в данном случае по коду 3.2.1. Почему? Потому что медицинской организации не учтен приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи. К числу элементов статуса пациента, наряду с правами 3.2.3 законно относится еще и соблюдение приоритетов пациента при оказании медицинской помощи. В частности, таковым приоритетом законодатель называет оказание медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния. То есть, конечно же, в данном случае дополнительное обследование проведено должно было быть. Следующая ситуация – это ошибка эксперта в страховой медицинской организации. Итак, проводится очередной курс химиотерапии. После проведения экспертизы качества экспертам страховой компании предъявлены замечания. Отсутствие добровольного согласия на применение отдельных препаратов. Код дефекта 2.13. Отсутствие в документации несоблюдения требований к оформлению информированного добровольного согласия страхованного лица на медицинское вмешательство, либо отказа страхованного лица от медицинского вмешательства. Также необоснованная госпитализация. Как мы знаем, санкции снятия 10% стоимости законченного случая. При проведении реэкспертизы замечания по дефектам сняты, в частности, код дефекта 2.13. Что следует пояснить примитивно к данной ситуации? Да, конечно. 323-й закон, статья 20, регламентирует режим информированного согласия на медицинское вмешательство. И в этой норме четко говорится о том, что согласие является необходимым условием предварительного вмешательства. Кем согласие дается, кем подписывается. Подписывается на основе предоставленной информации. Будет ли здесь основание для снятия замечаний эксперта? Да. Почему? Потому что в отношении проведения противоопухолевого лекарственного лечения форма информированного добровольного согласия и порядок его дачи не регламентирована федеральным органом исполнительной власти. То есть в данном случае нет обязанности подписывать это согласие в порядке обязательном. Таким образом, медицинская организация при проведении противоопухолевого лекарственного лечения может использовать любую письменную форму информированного согласия, в которой будет указана информация о целях методах оказания помощи, связанном риске, возможных вариантов вмешательства, его последствиях и предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Поэтому в данном случае будет налицо ошибка эксперта при проведении экспертизы. Необходимо правильно толковать статью 20.323 Федерального закона и суть кода дефекта. Ну и, наконец, последняя ситуация, когда речь также пойдет об ошибке эксперта. Проводится очередной курс адювантной химиотерапии. После проведения экспертизы качества экспертом страховой компании предъявлены замечания. Отсутствие в истории болезни полного гистологического заключения. Поставлен код дефекта 3.11. В частности, отсутствие медицинской документации, результатов отследований, отсмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья, размер финансовых санкций, 50% законченного случая. Основания для снятия замечаний. В истории болезни написано заключение гистологии, в котором указана дифференцировка опыли, глубина инвазии, поражение региональных узлов, отсутствие переваскулярной и переневральной инвазии, линия резекции. В диагнозе на основании гистологии написана стадия. В соответствии с рекомендациями, клинических рекомендаций при данной стадии показана адювантная химиотерапия. Полный протокол гистологического исследования с указанием процесса вырезки и других подробностей в данном случае не нужен. Так, при его полном прочтении стадии заболеваний и тактику лечения пациента не изменится. Кроме этого, требование наличия полного протокола гистологического заключения не содержится в нормативно-правовых документах Университет здравоохранения Российской Федерации. Вот таким образом я представила обзор существующей практики по различным категориям экономических споров в системе обязательного медицинского страхования. Но в качестве ввода хотелось бы обратить внимание на то, что, конечно, судебная практика. Меняется, и если даже провести сравнение по этапам, то мы видим, что позиции судов в отношении участников в системе обязательного медицинского страхования, которая существовала 10 лет назад и существует на сегодняшний день, она меняется. К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо единые обзоры судебной практики по спорам в системе обязательного медицинского страхования, выполненные именно судебными органами. Ну и, конечно же, на уровне субъектов сама судебная практика, она может складываться абсолютно по разному пути, и одни и те же споры могут рассматриваться по-разному. Вот то, что касается споров между страховыми компаниями, медицинскими организациями, конечно же, большое количество таких споров разрешается на досудебном уровне, то есть на уровне несогласия медицинской организации с актом проведенной экспертизы и составления заявлений фонда о проведении реэкспертиз, отсутствие единого документа, который бы использовали и эксперты страховых компаний, и медицинские организации, в данном случае я, опять-таки, обращаю внимание на сомнительность использования методических рекомендаций федерального фонда, они способствуют формированию единой правоприменительной практики, и медицинские организации, конечно же, должны использовать свое право на обжалование. Спасибо большое, у меня все. Спасибо. 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 Спасибо.